Если вопрос поставить по-другому, не утечка кадров, не сегрегация мозгов, не сегрегация каких-то талантов, а рост большего количества талантливых людей именно в Казахстане, то, наверное, как вот в Сингапуре создана экономическая база какая-то, может быть, вопрос поставить, что мы можем изменить вот сейчас, какую создать платформу для того, чтобы талантливые люди могли проявляться. Талантливые не самые гениальные, а прямо сейчас, прямо здесь, вот что бы вы предложили, не знаю, правительству, обществу сейчас изменить для того, чтобы больше было талантливых людей, а не сегрегация каких-то конкретных? Можно я, как иностранец, вам скажу пару слов? Здесь Алматы – это и есть то, что вы можете предлагать. Это очень приятный город, где можно жить, в отличие от, например, российских городов, где нельзя жить, ну, не говоря про Кыргызстан, где я сейчас живу. То есть тот факт, что этот город хорошо развивается, и безусловно, я за 7-8 лет приезжаю сюда, и этот город стал гораздо более приятным за эти 7-8 лет. То есть такие шаги делаются, но все хотят чудеса сейчас и сразу же. Имейте в виду, вот те страны, типа Финляндии, Швеции, Швейцарии, 100 лет тому назад они были безумно бедные, и люди оттуда утекали куда угодно. То есть вся северная часть штатов Америки, Миннесота, это все шведы, это все финны, потому что вообще там было делать абсолютно нечего. То есть, в принципе, это была достаточно упорная, целая устремленная работа, не создана на гении, безусловно, потому что гении до сих пор, наверное, оттуда уезжают. Это создание нормальной, приятной среды, где люди могут жить. Это не надо делать на всеобщем уровне. То есть создать такие большие места, как здесь, где люди могут встречаться, поговорить, общаться. Каждый человек, который сюда приходит, говорит, ну, интересно, может быть, мне не надо уехать из этой страны. Что-то происходит. То есть этот процесс, ну, другой, конечно, что политика и экономика влияют на систему, если экономика не работает, если политическая система слишком закрытая. Это, конечно, имеет такие негативные последствия. Но, в принципе, создать нормальные условия, то есть я могу создать маленький социализм в моем университете одном хорошем. Ну, каждый может делать на своем месте. И это лучше, конечно, чем решать все глобальные проблемы. Я не буду решать проблемы, политическую систему Казахстана. Это не моя задача. Вы тоже, скорее всего, этого не делаете. А что-то менять в своей жизни и для жизни людей вокруг вас, вы можете это делать. Это очень трудно, я вам скажу.